так сегодня бы хотелось поговорить про козырь номер два папеса что представляет из себя этот архетип вообще этот козырь один из самых сложных для понимания и связано это с тем что при изучении классической кинографии этой карты я подчеркиваю классической мы не совсем уверены в том что за центральный образ как персонаж здесь подразумевается на самом деле но в любом случае с большой долей уверенности все же можно сказать что здесь воплощен такой архетипичный мотив как служение во имя чего-то посредством условного образа монахини например да или какой-нибудь там аббатисы или даже как бы жрицы висталки что-то из этой оперы да этот козырь таро как и некоторые другие однозначно транслируют некий христианский образ однозначно а потому можно вспомнить такой концепт как жених и невеста это термины используемые как христианством так кстати и алхимиком христианстве на жених это христос а невеста с одной стороны душа особенно у мистиков а с другой церковь как совокупность верующих но она же мистически земное тело христа то есть папеса в первую очередь очень многими исследователями иконографии классического таро рассматривается как невеста в данном случае воплощение церкви храма прихода такого да но я бы хотел здесь остановиться на более древнем архетипичном образе это жрица в данном случае весталка но для начала обратимся к образу монашки архетипичный образ монашка это такая глубокая увлеченность идеи служения богу или какой-то любой другой высшей идеи справедливости гармонии так далее и тому подобное этот образ воплощает себе способность на глубокое самопожертвование самоограничение такую в каком-то роде аскезу да данный архетип создают особую мистическую реальность веру в то что все происходящее вокруг проявление некоего божественного промысла тонких сил действующих во вселенной такой да то есть события явления объясняются с мистических позиций в древности это как раз и были жрицы они посвящали свою жизнь служению божеству являясь проводницами воли божеств в мир людей да но важно понять что это не какие-то ведьмы условные да никакие в это вот часто этот козырь таро особенно в современных интерпретациях по какой-то непонятной причине связывают с ведьмовством с вражбой абсолютно это не имеет никакого отношения к ппс и сто процентов к этому архетипу это служение божеству вот этому условному до дать и жрицы это как проводницы во многом и как раз самое яркое древнее воплощение которое здесь можно привести в пример это висталки римские жрицы богини очага весты которые в древнем риме пользовались очень большим уважением и почетом вообще институт висталок этих да он считался основополагающим для безопасности и благополучия рима и вот культ этой богине весты в италии занимал ну очень почетное место и он кстати не идет ни в какое сравнение с почитанием ее греческого аналога богини гестии в храме весты помещался жертвенник на котором горел вечный огонь поддерживаемый жрицами висталками то есть принципиальное различие между весты и гестии заключается в том что по большому счету культ гестии был домашним таким да а культ весты был главнейшим государственным культом и огонь в храме весты символизировал благополучие всей римской империи и вот эти вот жрицы богини весты были обязаны наблюдать за тем чтобы огонь на алтаре не потух что считалось величайшим несчастьем для римского государства чтобы огонь всегда горел и воплощал вот это всеобщее благополучие рима несмотря на такую значимость весты в контексте целого государства она как и гестия также сохраняла за собой или и олицетворение домашнего очага то есть более локального такого для каждой семьи на котором всегда горит священный небесный огонь поддерживаемый всеми членами семьи этот очаг и есть центр семейной жизни то есть семья собираясь вокруг него укрепляла свои узы и это вместе с тем место куда она ставила своих домашних богов ларов и пенатов тут вокруг священного очага как бы вдали от суетной и шумной общественной жизни семья находила мир и покой тут должны были существовать только согласие любовь чистые целомудренные нравы и все это могла даровать и римская веста и греческая гестия и они же должны были сохранять семейный очаг от всего дурного то есть это еще как оберег то есть в культе весты вообще до обнаруживается очень явственная идея посредничества которая проистекала из посреднических функций огня и очага как бы соединявших мир богов с миром людей и вот из функции культа весты и как и объединяющего начала закономерно вытекает и другая очаг весты служил как и другие храмы убежищем для любого римского гражданина весту это особенно касается храма веста это в особенной степени касается то есть по сути веста воплощала в себе как бы принцип общего храма для всех собирая людей в одно такое цельное сообщество семью объединенная одной религиозной какой-то доктриной и в этом есть сходство уже современными религиозными приходами до которые объединяет людей под хрыг под крышами храмов не правда ли да очень много сходств интересно кстати что вы стал весталки жицы даете рассматривались как хранительницы сакрального и считались настолько наделенными некой магической силой что вот например когда если весталка шла по улице да и ей навстречу вели человека осужденного на смертную казнь она имела право одним своим словом отменить приговор суда но это опять же не магическая сила какой-то ведьмы да которая занимается приготовлением снадобий нет это другое совершенно другое сейчас самое интересное история движемся вперед в лице уже христианских автор культ весты впервые за всю историю встречает непримиримого оппонента да то есть эти христианские апологеты они подвергли развенчанию и осмеянию все существенные стороны этого культа и его участниц жриц весты но при этом противопоставили весталкам поистине целомудренных христианок хотя весталки также как класс жриц транслировали принцип целомудрия в первую очередь и сталкам было запрещено выходить замуж вся их жизнь это была служба то есть вообще как известно да часто христианские апологеты чаще всего осмеяли то что они чаще всего осмеивали из античного наследия они в итоге нередко искусно адаптировали под себя до христианство очень рано ассимилировала символы образы и обряды еврейской и средиземноморской цивилизации и христианство как его понимали и переживали почти две тысячи лет не может быть полностью отделено от древнего мифологического мышления само изменение античного сознания и превращение его в христианское это очень медленный процесс на века растянувшийся поэтому без взаимопроникновения одного в другое как и адаптации отдельных античных элементов последней христианской тут явно не обошлось явно образ west и был адаптирован христианами скорее всего образ этой римской west и отчасти трансформировался в женский христианский образ такую аллегорию церкви а также возможно воплотился в образе женской аллегории богословской добродетели веры вера то есть укорененность такая живучесть этого архетипа west и в этом случае не подвергается никакому сомнению ну уж очень много таких явных до перекличек совпадений то есть образ папесы 2 которую мы видим на на этой карте из в классических колодах повторяю в классических они надуманных современных он очень прозрачно намекает на эту концепцию если мы присмотримся да вот такой архетипичный образ висталки жрицы монахи непопесы как бы предлагает помощь в очистке головы от мусора повседневной жизни я бы так сказал это такой архетипичный мотив посвящение себя высшему иному смыслу далекому от человеческих забот суеты при этом навряд ли образ папесы может быть близок классическому юнговскому архетипичному образу старицы это такая женская альтернатива старцу старец до такой мудрой старухи это не это нет это из другой оперы мудрая старуха старец а ведь у папесы есть партнер это козырь номер пять папа а это уже история официального религиозного института это уже верховная духовная власть это самая верхушка религиозного института но они папесы и папа действуют в паре это что-то очень четко связанное с религиозными доктринами с церковью таким образом видимо папеса будет воплощать себе принцип как бы сказать храмового служения все же воплощая в себе и образ самой церкви как прихода вот так вот кстати в контексте данного образа да имеет смысл рассматривать в том числе любые религиозные формы сектанства я бы так сказал но не как тоталитарный принцип подавления воли а как опять же сбор паствы под крылом какой-либо религиозной идеологии то есть понятен до смысл опять же а если теневая сторона у козыря папеса есть это явно безответственность в порыве служения во имя чему-то или кому-то и кстати тут сразу хочется привести пример из жизни он довольно актуальный кстати все знают кто бы кто такой была мать тереза да ну нет человека который бы не знал кто это но прямо мать тереза да вот часто говорим о человеке который готов помочь любому даже если у самого знаешь на жизнь какие-то крохи остались и лишь немногие кстати знают да что эта женщина обретшая мировую славу такой бескорыстный благотворительницы святой во многом была религиозной фанатичкой в некоторых моментах даже лишенные сострадания и каких-то принципов скажем так да она была фанатичкой безумный даже в какой-то степени например для нее большим спасением человека было не вылечить его до обратить в католическую веру как бы избавив от мук этой жизни переходом в лучший мир но при этом ей было наплевать например на физические мучения больных доподлинно известно что это святая в кавычках в своих вот этих приютах запрещала любые обезболивающие например это вот стопроцентно такой проверенный факт на многочисленных многочисленных воспоминаниях людей которые служили в этих приютах да она объясняла это тем что через боль бедняки принимают свою долю страдая подобно иисусу а мучение это поцелуй сына божьего вот из-за этого многие пациенты умирали не от самой болезни от банального болевого шока и только сейчас кстати реально начали подниматься вопросы не о том скольких спасла мать тереза но скольких она на самом деле угробила вот этим своим фанатизмом до каким-то была она и достаточно меркантильный кстати как ни странно то есть я бы мать терезу привел как теневой образ козыря попеса номер два ну а как же может проявлять себя светлая сторона архетипа попесы в жизни для здесь и сейчас каким образом ну во первых это сплочение людей до вместе это проявление эмпатии по отношению друг к другу это поддержка в каких-то словах утешения во вторых это служение во имя какой-то идеи на общее благо но без каких-либо эгоцентричных мотивов да и как раз без бездумного фанатизма то что нам сейчас надо для здесь и сейчас этот архетип попесы контексте сегодняшнего дня я думаю он должен быть востребованным он должен быть актуальным вот такая попеса спасибо за внимание берегите себя